здравствуйте в эфире передача новости недвижимости апрельский выпуск и начнем с главных событий которые произошли в этом месяце первое событие это то что банковская ставка опять осталась без изменений об этом поговорим чуть позже второе событие это естественно очень важное событие о изменении налогообложения при инвестиции то есть капитал гейн как он изменился мы поговорим позже тоже и также в конце вам покажу три возможных сценария развития после этих изменений ну и третье очень важное событие это которое приду объявил так как наши тенанты очень находится в тяжелом положении вести tenants bill of rights то есть права тенантов которые будут на национальном уровне как это повлияет также на инвестиции об этом тоже мы поговорим и так начнем события именно о новости tenants bill rights еще пока не определено все что будет сделано но основные вещи были озвучены на заседании и я вам скажу мое мнение не так уж все плохо первое то что было сказано о том что те кто снимают и платят каждый месяц рент могут рассчитывать на то что все институты будут зачитывать кредитную историю оплату рента тоже так как 66 процентов молодых людей до 29 лет снимают то они смогут строить свою кредитную историю чтобы в будущем купить дом плохо это это отлично почему потому что те кто снимают будут стараться платить вовремя так как это для для их кредитной истории очень хорошо а лендлорды получат хороших тенантов которые будут стараться платить вовремя скорее бы это ввели вторая вторая вещь это то что сделают национальный договор о ренте сейчас это существует в антарио как установленный договор для всех одинаковый который надо подписывать с тенантами тридо предложил это сделать на национальном уровне то есть все провинции будут следовать этому договору что тоже неплохо еще то что было озвучено в этом договоре мы обязаны будем говорить о том сколько сдавался та или иная квартира или дом до того как сейчас опять начали сдавать то есть тенант имеет право знать правильно если его требует рент ну что значит правильно так как рент это свободный рынок и если даже например мы сдаем за две триста какой-то юнит а раньше взялся за две тысячи и тенант а раз платил две тысячи тоже дам две тысячи он просто ему не сдадут или наоборот раньше сдался две триста цены на аренду поля на 2 200 тоже вы будете платить две триста ну таково это интересует если можно снять другой за 2 200 это принципе тоже ничего плохого в этом нет ну и раньше в принципе все тоже было известно так и существует интернет социальные сети где везде написано сколько что именно сдается ничего нового в этом не произошло но звучит очень красиво ну и третье то что они пытаются бороться с называемый рен и рена эвикшен это было выделено 15 миллионов долларов чтобы наказать недобросовестных ландлордов которые пытаются выселить тенантов для ремонта на самом деле когда можно выселить тенантов первое за неуплату второе если вы сами въезжаете в этот юнит и третье если кто-то купил юнит купил его для личных пользователей было еще такой пункт что можно выселить если мы делаем существенные существенный ремонт но даже после этого вы обязаны предоставить тенанту право въехать по той же самой цене обратно в этот юнит исключение составляет если этот юнит больше не существует например вы снесли построили что-то новое или например сделали дуплекс или триплекс или превратили это в коммерческое property тогда вы не обязаны предоставлять обратно это жилье на это вот эти изменения которые вносит я не вижу в чем там изменения но это то что происходит неплохо бы заодно было наказать тех тенантов которые просят кэшфурки для того чтобы продавать но это уже как бы наши пожелания больше это что касается bill of rights по поводу капитал гейна как я сказал скажу в конце а теперь давайте посмотрим на инфляцию инфляция продолжает падать если ожидали что инфляция за составит 3.1 процентов то инфляция составила 2.9 уже ниже чем ожидалось несмотря на огромный скачок в ценах на газ но я думаю скорее всего это мы увидим уже в апрельской инфляции и мы если посмотрим на этот граф мы видим что инфляция снижается снижается из месяца в месяц то есть если убрать компонент вот этот компонент который это аренда жилья и моргиджи который занимает очень большой процент то мы будем в районе двух процентов инфляции то что принципе и планировал банк канады посмотрите на бонды бонды продолжают падать хотя вот немножко видите наметилась небольшой рост то есть довольники бонды низкие это именно отражается на моргиджи с фиксированными ставками почему люди думают моргиджи с сфиксированными ставками такие дешевые а тез переменная очень дорогие именно потому что бонды падают так в долгосрочном видении инвесторы понимают инвесторы на бирже понимают что интерес пойдет вниз все вопрос времени и а видите как все время меняется с ним показывает от граф каждый месяц другие предсказания в марте мы говорили что первое снижение будет в июне и снизится на 75 процентов теперь уже говорят что снизится только на пол процента за этот год и опять же первое снижение будет в июне я продолжаю утверждать что скорее всего снижение будет в районе полутора процентов за этот год потому что экономические ситуации то что происходит у нас очень очень плачевная но с другой стороны правительство должно думать кого защитить либо канадский доллар либо потребители и не решила еще что делать потому что на самом деле снижение банковского интереса при этом американцы не снижают банковский интерес а говорят даже о том что может быть и повысят то снижение банковского интереса в канаде приведет просто очень очень сильным падению доллара а это отразится опять на инфляцию теперь посмотрим на безработицу это уже другой аспект по которой по которой скорее всего надо будет снижать интерес мы видим что безработица довольно-таки низкая но если мы посмотрим на полный граф то мы увидим что за последнее время безработица поднялась просто в разы чуть ли не на 30 процентов то есть безработица растет растет и мы я вижу что все больше и больше людей на бирже труда хотя это еще не так сильно освещается в прессе но это как снежный ком мы увидим ближайшее время огромное количество увольнений входит закон новая минимальная заработная плата в октябре то есть все это повлечет с собой огромные увольнения но посмотрите что происходит на самом деле почему все-таки показаны такие показатели что вроде бы не так плохо с безработицы вот эта красная линия это сколько было принято в паблик сектор новых работников и во времена труда то есть государственный аппарат раздут до неимоверных размеров и это тоже с наших денег тоже с наших с нашего бюджета поэтому бюджет был изменен и мы поговорим как именно капитал гейн вроде бы внесет дополнительные деньги вот именно на этот бюджет который очень сильно страдает трещит по швам как говорится вот теперь посмотрим на рост населения мы говорили что только за последний год приехал 1.2 десятых миллиона человек это огромное количество когда иммиграция была рассчитана 500 тысяч в основном это за за счет не permanent residence и полиция сказала мы сокращаем количество не permanent residence начиная со следующего года произойдет это сделают они это или не сделают это вопрос уже не раз они заявляли о каких-то рамках которые никогда они не следуют этим рамкам вот и посмотрим стадии permit вот эти и work permit довольно-таки большой процент именно из тех кто приезжает именно в канаду вот так они хотят примерно снизить non permanent residence за следующие два года но посмотрите на эти цифры интересные возьмем визы куэд которые были выданы украинцам когда началась война то есть более миллиона этих виз было выдано это право приехать в канаду к по рабочей визе приехала 286 тысяч человек девятьсот шестьдесят тысяч еще не приехала сегодня это продлили до конца июля и вы понимаете что этот шквал может произойти так как люди не хотят терять возможности получить permanent residence в хорошей стране представьте себе даже если половина из это придет это полмиллиона поэтому никто не может знать на самом деле смогут ли не остановить вот этот поток людей которые приезжают если мы посмотрим на график альберты то мы увидим что основной приток людей в альберту это именно non permanent residence по которым хотят ударить то есть вот этот рост альберты который сейчас на наблюдается может исчезнуть как только это произойдет в канаде в антарио то же самое в антарио то же самое а большой процент это именно те кто приезжает по рабочим визам или студенты но тем не менее иммиграция там тоже намного выше чем она была например пять лет назад и посмотрите по поводу строительства конда то есть намечается огромное количество новых зданий которые выйдут двадцать четвертом двадцать пятом двадцатом году при этом конда практически не продается и кэш шлоу как я уже не раз показал этот граф даже с учетом выплаты моргиджа более тысячи долларов в минусе то есть купив конда вы начинаете терять только с надежью что она вырастет а еще и капитал гейн добавили вот и если мы посмотрим на строительство домов то мы видим конда строится больше всего а вот отдельно стоящих домов все падает и падает и падает и вот этот отдельный граф для отдельно стоящих домов где вы видите что за последнее время не то что увеличилось количество строения а на борту еще уменьшилось вот и а на этом графе вы можете увидеть насколько поднялись цены в различных регионах например в калгари поднялась на пол процента но например в хэмилтоне поднялась на 0.8 процента в лондоне 0.9 процента то есть на периферии в монтария поднялась даже больше чем в калгари вот за последние месяцы то что мы говорим также если мы посмотрим на другой граф то мы увидим что на примерно 10 человек есть только один построенный дом то есть это бомба замедленного действия а теперь поговорим о капитал гейн значит что произошло значит если раньше облагалась налогом только половина заработан денег опять же заметьте капитал гейн это не только при продаже дома это все ваши инвестиции на бирже в криптовалюту все инвестиции это капитал гейн то теперь они сказали если вы зарабатываете больше чем 250 тысяч долларов за год то новая сетка обложения если раньше платили только на 50 процентов заработанных денег то сейчас будете платить на 66 процентов как это выглядит то есть если вы заработали 350 тысяч то первые 250 тысяч будут облагаться по старым законам то есть половина то следующие 100 тысяч будут облагаться уже по новым законам если раньше 50 процентов облагалось то теперь это будет 66.6 процентов то есть на 8 процентов больше то есть на каждую 100 тысяч лишние 8 тысяч будет налога и правительство думать получить дополнительные 19 миллиардов долларов за пять лет именно за счет этого капитал гейна получится ли у них я очень сомневаюсь да кстати по поводу корпорации многие говорили что надо покупать на корпорации но теперь корпорация облагается сразу же по новым законам нету этих 250 тысяч с первого доллара вы платите 66 процентов если на корпорации если вы хотите продать свой дом и хотите получить еще по старым катал гейнам то закрытие сделки должно быть до 25 июня после 25 июня вступает уже новый закон в силу теперь три возможных сценария которые могут произойти первый сценарий в основном дома которые принесли больше 250 тысяч долларов или квартиры были куплены до 2000 до 2017 года а таких инвестиционных сделок примерно 50 процентов всех инвестиционных сделок которые есть и инвестор подумает а стоит ли ему сейчас продавать что платить лишний капитал гейн потому что рент вырос я получаю неплохие деньги на кэшфлоу зачем мне это продавать я лучше подожду может закон опять изменится а может быть я просто рефинансирую достану деньги дальше куплю поэтому еще меньше квартир или домов выйдет на продажу это именно проблема предложения теперь проблема спроса мы знаем что многие инвесторы ушли с рынка из-за того что высокий банковский интерес а теперь многие психологически будут думать ой я должен платить больше налогов на самом деле а что плохого платить налоги если вы зарабатываете деньги и они подумают стоит ли покупать теперь кондо для того что получить финансирование должны продать 70 процентов своего здания что произойдет они не наберут эти 70 процентов исследователи не получат нужное финансирование проекты начнут закрываться в будущем это ударит опять же по количеству предложений но самое главное что люди которые внесут депозит получат депозит обратно через год два три вообще практически ничего не заработав это тоже большая проблема поэтому еще дополнительно если возьмем иностранных инвесторов которые подумают стоит ли инвестировать в канаде и пойдут инвестировать в другие страны тем самым опустив доллар еще ниже что привлечет к увеличению инфляции поэтому этот закон скорее всего не принесет дополнительные деньги а наоборот заберет следите за нашими новостями недвижимости всего вам доброго и хорошего вам лета а а а а а а а а а Субтитры создавал DimaTorzok